Всем привет! В этом видео мы поговорим об уходе за кожей тем, кому уже есть 30 лет. Мне в этом году исполняется 32, поэтому эта тема для меня очень актуальна, и я решила задуматься, чем же все-таки уход за кожей тем, кому уже исполнилось 30, отличается от, например, 20-летних. Поэтому в этом видео предлагаю разобрать основные особенности, правила. Конечно же, к 30 годам мы все приходим с какими-то своими особенностями, со своими проблемами, со своими разными состояниями кожи, но в общем и целом к этому возрасту мы имеем очень схожие изменения, которые происходят с нашей кожей. И первое изменение – это замедление выработки коллагена и эластина. С подросткового возраста коллаген у нас начинает замедляться, и с каждым годом он вырабатывается меньше на 1%. Кроме того, эластин и коллаген разрушаются под воздействием солнца, поэтому если никаким образом не поддерживать нашу кожу извне, наполняя этим веществом, то к 40 годам мы рискуем получить очень плачевный результат. А следующее изменение, которое касается 30-летних – наша кожа теряет влагу. Влага начинает испаряться гораздо быстрее, кожа начинает быть более сухой, и все неприятные аспекты, которые касаются сухой кожи, они начинают проявляться именно в 30 лет. Еще одно неприятное явление – это опущение овала лица за счет того, что у нас уходят жировые пакеты, появляются носогубки, и в целом овал неумолимо подвергается действию гравитации, к сожалению. Еще один аспект – это замедленное отшелушивание. Кожа начинает регенерировать медленнее, и отшелушивание верхнего рогового слоя у нас замедляется, поэтому мы увидим более грубую кожу, неровную кожу, кожу тусклую, кожу сухую. И, соответственно, из этих всех моментов мы можем сделать выводы о том, какой же нам следует выбирать уход. Но перед этим мы поговорим о том, что может усугубить ситуацию. Употребление в пищу, большого количества углеводов и в целом неправильное питание. Недостаточное употребление влаги, так как мы перед этим с вами обсудили, что наша кожа теряет больше влаги, поэтому употреблять воду нужно в достаточном количестве. Это база. Также старение может у нас проявляться более быстро, в следствии наследственных каких-то факторов, злоупотребление нахождения под лучами солнца, злоупотребление алкоголем и какие-то, конечно же, хронические заболевания. Все это у нас способствует более быстрому старению. Но теперь давайте поговорим на тему того, что мы можем делать для того, чтобы поддержать здоровье нашей кожи и точечно, так сказать, воздействовать на все эти неприятные аспекты. И если в 25 лет нам достаточно было хорошего увлажнения и очищения, то в 30 лет мы уже добавляем какие-то таргетные средства, которые будут воздействовать именно на те проблемы, которые у нас выражены к этому возрасту ярче всего. И первое и самое важное это отшелушивание. Мы уделяем отшелушиванию больше внимания и делаем на него акцент. Если не убирать раковевшие чешуйки кожи, то они будут приводить к утолщению эпидермиса. В качестве эксфолиантов мы имеем огромный список активных компонентов. И я на первое место поставлю энзимную пудру. Это лично моя рекомендация номер один. Средство, которое можно рекомендовать практически всем. Очень деликатное, мягкое отшелушивание, которое работает над разрывом связей между клетками и последующим очищением нашей кожи от роговевших клеток. Жирной и комбинированной кожи можно проводить отшелушивание 1-2 раза в неделю. Сухой кожи 1 раз в неделю. Кроме энзимной пудры мы, конечно, можем говорить о кислотах. Кислоты это целая серия средств, которые нам тоже нужно подбирать, основываясь на текущем состоянии нашей кожи. Например, миндальная или гликолевая кислота будет работать с текстурой кожи. Азолаиновая кислота будет работать с куперозом и розацией. Би-я-чей кислота с жирной кожей, би-я-чей кислота с сухой кожей. Выбираем средства и вид кислоты, который наиболее вам подходит, и грамотно используем. Это могут быть тоники, это могут быть серумы, это могут быть различные маски, очищающие средства, пилинг-диски. Если, например, у вас умывание с кислотами, то его можно использовать на ежедневной основе. Если средство не смываемое, то используем его несколько раз в неделю. Опять же, смотрим на состояние кожи, как она реагирует, и исходя из этого уже увеличиваем или уменьшаем количество применений. Если рассматривать какие-то химические пилинги или пилинги у косметолога, различные концентрированные пилинги, я всегда голосую за мягкий домашний уход, который будет содержать меньший процент, но который можно использовать на регулярной основе. Таким образом, наша кожа будет получать менее травматичное воздействие, и эффект будет более плавным, более деликатным, более спокойным, менее раздражающим и пролонгированным для нашей кожи. Дальше я хотела бы упомянуть крем для век, такое неожиданное отступление, так как наша кожа теряет эластин и коллаген, и в первую очередь морщинки появляются в тех местах, которые у нас наиболее сухие, наиболее нежные, и это чаще всего кожа век. Поэтому, если раньше мы могли использовать крем для лица на эту зону, то сейчас лично я рекомендую выбирать более плотные текстуры, более насыщенные составы. Как правило, это именно кремы для век, которые нам нужно использовать на зону век, для того, чтобы эту зону поддерживать и защищать ее от преждевременных морщин. Здесь же мы плавно перетекаем в потерю эластина и коллагена, поэтому мы должны поддерживать это вещество, заставлять его вырабатывать, стимулировать его различными методами из вне и изнутри. Я опущу прием коллагена, потому что это личное дело каждого. Лично я очень люблю коллаген, его использую для кожи, волос, ногтей, костей и так далее. Для того, чтобы поддержать уровень коллагена в нашей коже, мы используем соответствующие средства, стимулирующие выработку этого вещества. Это у нас ретинол, это у нас пептиды и, соответственно, сами средства с коллагеном. Такие активы тоже очень неплохо будет использовать. С коллагеном все гораздо проще, чем с ретинолом. Ретинол нас обязывает более ответственно подходить к уходу и соблюдать все правила использования ретинола. Но такие компоненты, как коллаген и пептиды в ваших кремах и сыворотках должны стать мастхевом, потому что это те компоненты, которые помогают коже стимулировать естественную выработку коллагена. Они влияют на глубокие слои дермы, эпидермиса и заставляют кожу работать, которая обленилась и не хочет сама вырабатывать коллаген. Это очень важно. Следующая особенность кожи 30-летних – это усиленная потеря влаги. Как мы можем с этим бороться? Если раньше, в 25 или в 20 лет, мы могли выбрать легкий гель, легкий крем, а просто наносить сыворотку на лицо, не закрывая ее кремом, это было окей, то в 30 лет нам нужно более грамотно подходить к увлажнению кожи и создавать на своем лице так называемую влагодерживающую пленку, для того, чтобы наша кожа не испаряла излишнюю влагу. А как это можно делать? На самом деле, это такой интересный процесс создавать какую-то свою собственную схему ухода. Основная сложность состоит в том, чтобы создать такой уход, который будет работать, не перегружая вашу кожу, не раздражая кожу, не провоцируя какие-то неприятные явления. И тот уход, который будет реально работать без переизбытка активных средств. У нас сейчас есть такая распространенная проблема, как повышенная чувствительность, вызванная переизбытком активов. И именно эта проблема решается как раз-таки грамотным уходом, потому что мало знать активы и мало знать средства, которые вам нужно использовать. Важно еще составить такую систему ухода, такую рутину, которая будет работать, не перегружая вашу кожу, не раздражая вашу кожу и не провоцируя ее чувствительность. Сюда же мы добавляем работу с микробиомом. И после того, как вы методом проб и ошибок, методом анализа состояния своей кожи, методом какого-то подбора правильных активов в правильной концентрации, когда вы все это сделаете и укрепите ваш микробиом, то результаты не заставят себя ждать. Говоря о влагоудерживающем уходе, я это вижу как? Например, мы можем использовать какой-то увлажняющий тоник, активную сыворотку и крем с экклюзивными компонентами, который будет все это дело в коже запечатывать. Таким образом мы получаем и работу над недостатками, и качественное увлажнение, и хорошую защиту. И вот такая вот именно комбинация средств поможет добиться лучшего результата. Какие компоненты искать в составе влагоудерживающих средств? Это у нас гиалуроновая кислота, керамиды, лактобактерии, сквалан, сахар и мицеты и пробиотики. Долго думала, вставлять ли в это видео защиту микробиома или нет, так как защита микробиома это то, что мы должны использовать вне зависимости от возраста. Но, как правило, когда мы начинаем использовать какие-то активы, в особенности если это кислоты или ретинол, то все эти средства очень сильно повреждают наш защитный барьер, так как они должны проникнуть в клуб кожи. И проникают в клуб кожи они именно за счет того, что разрушают клетки нашего защитного барьера. И потом, конечно же, для того, чтобы нашу кожу подлатать, нам нужно использовать какие-то защитные компоненты. Чаще всего это пробиотики, это, опять же, окклюзивные компоненты, это компоненты, которые восстанавливают микробиом. То есть, это лактобактерии, ферменты, пробиотики. И их я, конечно, также предлагаю использовать на ежедневной основе, грамотно встраивая ваш уход. Давайте резюмируем, что у нас вышло по итогам этого видео. Первое – это отшелушивание кислоты или энзимная пудра. Второе – это активы, которые работают с возрастными изменениями. Коллаген, ретинол и пептиды. Это влагоудерживающие компоненты. И четвертое – это защита микробиома. Такое короткое информативное видео. Я надеюсь, что оно было вам полезным. Пишите в комментариях то, чем вы уже пользуетесь, что используете в своем уходе. И делитесь своими лайфхаками. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok